всем привет у меня появилась идея записывать такие небольшие видео в которых я могу дать более развернутый ответ чем stories когда вы мне задаете в окошке вопросы и прописать там три предложения это не всегда возможно потому что так не на все вопросы ты можешь просто ответить каким-то предложением прописанным в одной stories поэтому я думаю что это рубрика такая мини-видео будет ценно для вас возможно вы что-то узнаете новое либо вы что-то в этом уже были слышали но знаете как под другим углом услышал или информация зашла до хотя вроде бы ты это понимал поэтому сегодня я хочу рассказать такое небольшое ответить на как на вопрос который мне задал задала клиентка перед нашей встречей говорит вообще я я в стиле вообще не разбираюсь я не понимаю правильно я одеваюсь или неправильно что вообще с чего начать потому что информации много везде ты не очень много информации в интернете и не хочется человеку тратить время на самом деле я столкнулась с этим почему я сейчас работаю стилистом потому что два года назад у меня стал вопрос вообще чем не делать с моей одеждой я себе реально не нравилось как я одеваю не могу понять что хотя насмотренность у меня уже было я видела что там тренде да и наблюдал для меня было важно и понимал какие-то силуэты что как не идет но на самом деле для того чтобы полностью понять мне пришлось два года изучения поднять что со мной происходит с моим стилем потому что я не страдала лишним весом но одежда на мне сидела так я сейчас смотрю что она подчеркивала все самые какие-то широкие места моего тела либо руки там где в зонах где не нужно это показывать да то есть есть очень много детальных нюансов на которые мы не обращаем внимание и одежда которую вы покупаете в действительно в тренде до который актуально вы покупаете но вы думаете что с вами что-то не так либо она сидит на вас некорректно вы думаете что вы возможно вы думаете что все со мной что-то не так да либо это с одеждой что-то не так в общем для чего к чему я это веду как разобраться с чего вообще начать когда вот вы подошли к вопросу стиля первое задайте себе вопрос если уже вы подошли к вопросу стиля вам значит что-то не нравится конкретно что не нравится для того чтобы понять что не нравится нужно хотя бы проанализировать свой недельный график жизни за последнюю неделю когда вы одевались что вы одевали конкретно чаще всего клиенты которые у меня консультируются они одевают один максимум два образа за неделю вот это самые удобные остальные вещи просто висят то задать себе вопрос что ты одела за последний день за последнюю неделю как часто ты одеваешься что ты делаешь в течение недели отводишь ребенка в школу забираешь проводишь эфир выезжаешь на презентацию обед с подругой примеру в кофейне вот это вот все хотя бы один раз прописать и поднять как вы одеваетесь второе как для того чтобы понять с чего начать свой путь стильной жизни да там вернее жизни вообще своего стиля задать себе вопрос какой тебе цвет нравится хотя бы с элементарно что нравится какой цвет если тебе нравится красный желтый зеленый цвет а в гардеробе этого нет потому что ты не знаешь как сочетать эту одежду как этот цвет куда его впихнуть грубо говоря в свой гардероб это есть одна из причин может быть одна из причин того что вам не нравится то как вы одеваетесь что вы хотите одни одни вещи да по одному одеваться да у вас кстати обращайте внимание у кого вы сохраненную ваши до в инстаграме блогеры либо известны знаменитости которые вам нравятся обратите внимание кого вы сохраняете кто вам нравится и почему вы не так одевайтесь потому что на самом деле одежда у нас не сегодняшний настолько доступна что нет такого вопроса что блин это просто звезда и поэтому она может позволить себе такую одежду то есть обратите внимание насколько просто одеты эти люди задайте себе вопрос то есть сделать какой-то анализ почему почему я себе не нравится а что я хочу а почему мне нравится красный цвет я не могу его деть только не говорите он вызывающий да там еще что то вопрос если я одену красный свитер либо красное платье либо там красные брюки что будет что мне вызывает дискомфорт то есть внутри мы хотим снаружи да мы не хотим и точек конечно психологическая возможно работа но вот начните хотя бы с этого возможно еще такой момент если вы только приступили к стилю да вот вы не знаете не хотите сейчас умудряться изучать все вот это один такой лайфхак которые возможно вы не поймете сейчас но возможно для вас он будет очень простой но на самом деле он очень важный если вы хотите как-то прийти к своему стилю не как-то начать с чего-то попробуйте одеть в свой гардероб внедрять потихонечку какие-то однотонные вещи особенно если у вас до этого было очень много логотипов и много всего вот этого вот расписного страз принтов даже цветных носков мультяшных или цветной пижамы пижамы микки мауса попробуйте начать с однотонной одежды я вам сразу говорю если ограниченный бюджет однотонная одежда даст максимальное количество комбинаций если ограниченный бюджет с однотонной одеждой вы можете ходить вне времени но единственное что есть конечно актуальный крой однотонный не актуально элементарно там вот как у меня худи с капюшоном белое молочное там бежевые брюки или еще что-то у вас они всегда будут вне времени то есть уберите вот этот вот вспых градус вот этой вот раз разношерстной одежды если у вас носки пусть они будут вас однотонные если это джинсы пусть тоже будут каким-то молочным цветом либо одну не затертая начните вот с вот этого и вы перезагрузите свой мозг если вы там полгода походите в одной тонной одежде это во первых успокоит ваш глаз ваш мозг и вы поймете все что вам хочется вы потихонечку смело сможете внедрять какие-то яркие вещи вот по-моему немножко затянулась нам хотел максимально раскрыть тему с чего начать задать себе вопрос итог до задать себе вопрос что мне не нравится конкретно с ног до головы что не так когда вы одеваетесь в течение недели и если вы хотите приступить беспроигрышно уже к новому гардеробу своему что-то новому попробуйте с спокойной однотонной гаммы с вами была ваш целист будущего алены масса ед надеюсь что это рубрика будет все больше больше развиваться задавайте мне вопросы какие темы раскрыть и мы будем с вами дальше на связи буду с радостью делиться с вами информацией по-моему